Музыка Сегодняшний наш день посвящен вопросам видения. Пастор Эдвин в первой половине нашего ретрита, первой половине этого дня, он говорил о чем? О видении, о том, что оно необходимо, что должны быть конкретные планы. Правда или нет? Должно быть планирование, сто процентов. Я как бы… Друзья, у нас есть служители, которые заняты в некоторых вопросах. Если они эти вопросы решают, вы спокойненько, позвольте, они решают вопросы, вы слушайте меня. Хорошо? Аминь. Слава Богу. Без лишних отвлечений. Я немножечко больше расскажу о том, каким образом мы подошли сейчас к тому, о чем будем говорить. Как я вам рассказал вчера в начале ретрита, что в ноябре месяце, так, на одной пасторской встрече, Бог задал мне вопрос. А любишь ли ты церковь? Любишь ли ты общину? И мне на этот вопрос оказалось непросто ответить. И я понимаю, что я продолжаю учиться любить то, что любит Господь. Более того, учиться любить то, что Он строит. Вы знаете, иногда люди кричат, в общине, в церкви, там, сям, мало любви. Иногда люди говорят, и сделано то не так, и это не так, и то не так. А вот там, вот там, вот то. И, как правило, знаете, есть такая пословица, за забором всегда трава зеленей. У соседа всегда трава зеленей. Я не раз наблюдал картину, когда люди говорят, мы очень хотим перейти собрание в собрание. Не обязательно про нашу общину речь. Потому что там, в том собрании, так все духовно, так все здорово. Я понимаю уже за время, проведенное в служении, что люди живут в определенных иллюзиях. До тех пор, там хорошо в том собрании, до тех пор, пока ты не пришел туда. Потом начинается реальная жизнь. Знаешь, это может быть сурово, но так иногда происходит, что в собрании хорошо до тех пор, пока мы не погрузились в реальность той или иной общины. Почему? Везде есть люди, везде есть человеческий фактор. И самое главное, Господь, Он продолжает созидать свое тело. Мы находимся в процессе стройки. Понимаете? И иногда, видя стройплощадку, мы не всегда себе представляем, каким дом этот будет. Проезжая мимо богатых районов, в разных городах мы восхищаемся. Какие дома, какая красота! Все правильно. Там закончено строительство. Там есть уют, там все зафункционировало. Но, друзья мои, мы же себе не очень представляем, сколько было вложено туда труда, работы, сил, внимания, всего. Знаете, как говорится, это, конечно, не записана в Библии такая мудрость, но, говорится, дуракам пол работы не показывают. И я просто понимаю, что люди, которые критикуют дело на полдороге, мягко говоря, они все понимают. Мягко говоря. Почему? Потому что, может, это резко звучит, но я хочу, чтобы мы все поняли. Мы участники строительства. Все. У каждого из нас есть дары, это инструменты. Каждый из нас инструмент в Божьей руке. Не все еще нашли себе применение, и не все еще видят, где его место, и что они должны делать. Но мы на то и молимся, и изучаем Слово, общаемся, поручаем какую-то ответственность, и смотрим, кто как функционирует, что кому удается. И, видя, как люди трудятся и работают, мы можем понимать, этому человеку Бог определил двигаться, развиваться в молитвенном служении. Его характер, Его дух, Он пророческий. Он может в молитве проводить время, быть чувствительным к Духу, пророчески молиться. Мы можем видеть кого-то, кто, может, не проведет 3-4 часа в молитвенной комнате безвылазно, но его сердце, оно направлено к заботе о людях. Его сердце сильно именно в том, чтобы с кем-то встретиться и послушать. Может быть, Он не даст человеку, нуждающемуся очень глубокого совета, но он в состоянии выслушать, принять этого человека в сердце и сказать, я просто помолюсь с тобой, я еще не знаю всего ответа. И тот, которого выслушает, будет благодарен только за то, что его кто-то выслушал. И поэтому люди разные. Вы знаете, я скажу такую вещь. Мы должны ревновать, знать, хотеть знать, что Бог определил и в чем Он видит нас. Но реальность жизни такова. Это мое скромное мнение. И если что, пастор Эдвин, как один из моих наставников, он может меня поправить, и будет хорошо. Но реальность жизни такова, что очень часто, насколько я понимаю, дары проявляются не в изоляции от служения, а в служении. Если человек сидит и говорит, вот Дух Святой, вот пока ты мне не откроешь, я ничего не буду делать, только хочу. Знаете, звучит духовно, звучит, ну так, что думаешь, вау, восхищает такая вот настроенность на божественное откровение. Но ситуация заключается в том, что человек так может просидеть годы, не имея ни малейшего представления о том, что такое практика в служении, как столкнуться лицом к лицу с человеком, не то, что столкнуться, послужить человеку, который, может быть, имеет такие нужды, что там нужна помощь твоих рук, не обязательно что-то такое, на твой взгляд, супердуховное. Ну, как вчера вот наши друзья, да, свидетельствовали, и сегодня здесь, насколько понимаю, было хорошее общение о служении благотворительности, мы все, ну или все, не все, но многие хотят, чтобы все было просто, ну, знаете, я пришел, сказал, и слава Божия сошла, и все покаялись. Но порой людям нужны годы, чтобы услышать, воспринять семя Слова Божьего. Пять лет мне говорили, и пять лет за меня молились. Я смеялся над теми, кто мне говорил. Но наступил какой-то момент, и семя, посеянное в моем сердце, стало давать какие-то всходы. И вы знаете, я вернусь к тому, что начал уже говорить. Мы все находимся в процессе роста и строительства. Известнейшее место Писания, Фессианам, 4 глава, 11 стих, говорит такую вещь. «И он поставил одних апостолами или посланниками, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к налаживанию или совершенствованию святых на дело служения для созидания тела». Само по себе подразумевается, что тело продолжает созидаться. До коле или до тех пор все придем в единство веры, познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Мессии. Оказывается, перед всеми нами, перед всеми святыми стоит задача прийти в некоторое состояние зрелости, некоторое состояние, которое определяется как полнота возраста Ешуа. И это то, над чем работает Господь, созидая свою общину. Это то, над чем Он трудится сегодня, это то, над чем Он трудится в Молдове, на Украине, в России, в Папуа, Новая Гвинея, где бы мы ни были, Господь, Он не только приводит людей к себе, но созидает свое тело, созидает, и это тело Он желает приводить к определенной полноте, познания Его, к полноте зрелости. Не только лишь в общине, в церкви должны быть отдельно взятые зрелые люди. Вы знаете, мы рады тому, что у нас есть хорошие, зрелые служители. Но давайте попробуем себе, чисто гипотетически представить, если мы их посчитаем. Понимаете? Ну, пальцы на руках заканчиваются быстро, но дай Бог хотя бы одну руку заполнить. Понимаете? А Писание говорит, что воля Божия, чтобы не отдельные лишь люди были зрелыми в Царстве Божьем, но все тело, все святые, ты и я, достигали того, что называется совершенством в Яшуа. И это не то совершенство, которое нам дается в момент искупления, то, что нам дается как дар. Да, но здесь, судя по всему, Бог использует одних людей для того, чтобы вырастить это тело, его общину в определенное состояние, привести к определенному состоянию. И поэтому, друзья, я хочу, чтобы вы понимали, мы, ну, это важно, наверное, понять, на мой взгляд, это важно. Годы назад мы говорили о видении, годы назад мы говорили о планах, сегодня мы снова говорим о видении, и сегодня мы снова говорим о планах. Мы можем сказать, у нас в предыдущие наши, знаете, как говорят спортсмены, подходы к снаряду, да, сколько подходов к снаряду, у нас был предыдущий подход к снаряду под названием видение и планы, вот, и он, я скажу, не был особо успешным, с одной стороны. С другой стороны, мы приобрели некий опыт, что уже само по себе хорошо. И вот, имея в уме это откровение, что Бог продолжает нас с вами созидать, мы понимаем, что мы снова и снова совершаем шаги восхождения в этой зрелости. И не отдельно лишь каждый. То, чего я не понимал, будучи верующим достаточно долгое время, меня интересовало мое призвание, меня интересовало мое помазание, меня интересовало мои дары, и я не понимал, что на самом деле нереально мне быть самому по себе зрелым, не заботясь о зрелости, людей вокруг. Я не могу вырасти зрелым, если буду расти в парнике, если я проведу тысячи часов в молитве, если я проведу время немерено в постах, но при этом в изоляции от служения людям, я не буду зрелым, потому что я буду оторван от тела, в котором есть другие члены, которым я нужен для того, чтобы они росли, а они нужны мне, чтобы и я рос. Это то, что дальше говорит Писание, послание Фессиана на 4 главе. И вот Дух Святой, Он спросил меня, любишь ли ты общину? И я говорю, что я продолжаю с этим вопросом, честно говоря, определяться. Я продолжаю молиться, говорит, Господь, я хочу любить то, что делаешь ты, я хочу любить то, что любишь ты. Я не могу сказать, что не люблю, но я понимаю, что я, наверное, люблю не так, как он бы еще хотел, чтобы я любил. Я говорю, ну так, у нас хороший, честный, семейный разговор, да? Вот. И после того ретрита, я уже немножко вам говорил, что мы стали молиться, смотреть, думать, как можно менять эту ситуацию. И в марте месяце мы начали выезды такие. Мы взяли группу наших лидеров, домашних групп, руководителей служения, и мы выехали в Будешты, в один очень хороший там миссионерский центр, провели два дня в молитве, в общении, и мы стали задавать себе один вопрос. Один вопрос у нас был на повестке дня. Где Бог видит нашу общину спустя три года? Мы взяли такой промежуток времени три года. Ишуа ходил с учениками. И за это время с ними что-то произошло. В чем-то они стали подготовлены, понятно, что еще. Дух Святой потом на них излился, открылись дары, Божья благодать, супер. Мы можем читать, как Павел говорит, я, одной из церквей, он говорит, я три с половиной года вас взращивал. И как-то у нас вот выстроилась цифра три года. Три года это всего лишь какая-то веха на большом пути, на главном пути, который заканчивается в небесах с пришествием Ишуа. Но если мы для себя не поставим определенные временные ограничения, если не поставим определенные цели, мы не сможем вообще понять, куда мы идем. некоторые из наших друзей, когда сюда въезжали, они говорят, ну вы забрались, вы забрались. Были определенные знаки на пути, согласно которым они понимали, что приближаются к месту проведения ретрита. Так и нам надо понять, в каком направлении мы идем. Поэтому, когда пастор Эдвин говорил о планах, о видении, то это только начало разговора. И вот мы встречались на протяжении, был выезд, потом мы встречались по воскресеньям всей этой команды. И вы знаете, немало времени мы провели, размышляя, молясь над этим вопросом, что Бог ожидает от нас через три года. То есть, я еще раз говорю, три года это не финишная черта, это некая веха, просто путевой некий столб, отметка. И мы с этим вопросом, мы с одной стороны анализировали, а как же у нас и сейчас проходит служение, а что у нас хорошо, что у нас не очень хорошо, что у нас удается, что у нас не удается. И вы знаете, мы встречались достаточно большое количество раз большим составом, где-то больше людей могли приехать, где-то меньше, но тем не менее, мы старались не останавливаться и продолжали себе задавать вопрос, отец, а где мы должны быть? Куда ты хочешь нас привезти? Нельзя чего-то достичь, если ты никуда не хочешь идти, по большому счету. Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея, пятнадцатую главу. Тринадцатый, четырнадцатый стихи. Он сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вождей слепых. Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму». Ватфея пятнадцать, тринадцатый, четырнадцатый стихи. Послушайте, были ли фарисеи, о которых говорил Ешуа, буквально слепыми? Нет. Но они были руководителями. Они куда-то шли, они пытались направлять еврейский народ того времени. Они были вождями, руководителями по определению. Как так получилось, уже не суть важно. Но были. И он говорит, они вообще слепые. не физически слепые. Они не понимают, куда идут. Они не понимают, где они окажутся. А я вижу, потому что они будут в яме. Потому что они оба. И те, кто идет вместе с ними, упадут. Поэтому нам очень важно, говоря о видении, представлять себе ту картину, которую Бог ожидает от нас. Если вы здесь находитесь сегодня как гость, очень полезно для себя также стараться ответить на этот вопрос. Где Бог меня видит? Через год, через два, через три. Чего он ожидает? Вы можете для себя, для своего служения этот вопрос также задавать. И мы имеем определенную картину на данный момент. пастор Эдвин очень хорошо говорил о том, что видение, оно должно в себя включать и пути достижения. Мы же рассматриваем сейчас видение как некую картину будущего, которую мы верим, Дух Святой нам указывает. потому что мы собирались, постились, искали, молились. Мы не хотим обманываться, мы не хотим оказаться в яме, но мы готовы и исправлять наши пути, двигаться определенным образом. Но я хотел бы сегодня, чтобы мы немножечко поговорили об этой картине. Это один из ключевых моментов. Сегодня мы представляем, скажем так, черновой проект. Сегодня мы представляем для вас, как для нашей духовной семьи, для наших родных и близких, мы представляем то, что мы увидели за это время. Это не абсолютно детальная картина, но в ней уже есть определенные элементы. В ней уже есть те нюансы, которые мы хотим сегодня обозначить, хотим познакомить вас с этой картиной. Для чего? Мы бы очень хотели, и, наверное, завтра у нас будет такая возможность, наверное, будет такая возможность, чтобы вы поделились своими мнениями. У нас есть подготовленный небольшой опросник, чтобы вы оставили нам свои отзывы, ну, это касается людей общины, естественно, свои отзывы о услышанном, о том, что вы услышали, там, ну, есть простые достаточно вопросы и по ретриту, и по видению, поэтому будьте внимательны, старайтесь записывать, и у нас с вами будет определенное время, когда мы еще будем трудиться, учитывать взгляды, мнения, постараемся, то есть, не обещаем, что все будут услышаны, это не совсем реально, так скажем, но мы готовы слышать и какие-то предложения, инициативы в этом направлении, и мы еще будем проводить общинные встречи, где продолжим говорить на эту тему, и у нас будет момент, определенный момент, где мы скажем, вот сейчас наш проект максимально для нас ясен, понятен, как мы будем строить и работать все это последующее время, и когда мы придем к этому моменту, мы говорим, вот с этого дня, вот с этой точки начинается отсчет наших циклов, мы хотим планировать, помните, про японцев и дома, да, пострадали, ты помнишь, мы здесь, вот, и мы не хотим затягивать эту работу, но вместе с этим не хотим и делать что-то спустя рукава, а бы как, и поэтому я сегодня, то, что я буду делать, моя задача, познакомить вас с картиной, которая, как говорится, широкими мазками, да, знаете, есть такое движение, если кто-то из вас интересовался когда-то живописью или изобразительным искусством, есть такое движение импрессионистов, да, пишут ярко, красиво и широкими мазками, да, картина маслом, как говорил Давид Гоцман, вот, сегодня мы попробуем описать эту квартиру, да, почему нет квартиру, хорошо, оно будет касаться домашних групп, служения в домашних группах, мы абсолютно едины и уверены в том, как лидерская команда, что служение домашних групп является ключевым, у нас существуют домашние группы, как и во многих других хороших собраниях, вопрос только в том, зачем они существуют, только для того, чтобы мы могли с вами встретиться, встретить шаббат, хорошо поговорить, мы все с вами знаем, мы давно об этом говорим, что домашняя группа это место, куда мы хотим приглашать людей, которые должны служить к благовестию и спасению людей, но вопрос остается в одном, почему-то пока не работает, вот, помните, как Жванецкий, H2, там, CO2 на пару не работает, может быть, отодрать того пацана от пробирки, помыть ему руки, вот, и мы хотим понять, почему оно не работает, что не работает, где-то может лучше, где-то чуть хуже, но общая картина такова, что пока не заработало, это не беда, это не горе, надо работать, надо учиться, я не знаю, как насчет вас, но я настроен учиться, и поэтому, то, что я могу сказать точно, когда бы мы не начали развивать движение в направлении наших целей, что бы это ни было, домашние группы будут ключом к этому, мы уверены в этом, на 100%, мы знаем, что в домашних группах есть возможность развивать разнообразные дары, вот, мы сейчас здесь с вами, как классическое служение, которое проходит по шаббатам или воскресеньям, кто служит, ну, есть медиа, есть прославление, есть проповедник, сколько из тут присутствующих даров эти дары проявились, 5, 10, 20 человек, максимум, что насчет остальных, что насчет каждого из нас, вы можете себе представить, что сколько людей будут затронуты благой вестью, сколько людей будут вырваны из этого духовного холокоста, если каждый из нас для себя скажет, я не пройду мимо, я хочу сделать то, что Бог от меня ожидает, благая весть, дела, которые помогут открыть сердца и так далее, и так далее. Итак, я не хочу, чтобы мы с вами уподобились фарисеям, которые были слепыми руководителями, слепыми руководителями, не видят пути, не видят цели, главное, гордо шествуют. Мы все знаем, у нас есть традиция, у нас есть все, что мы приведем куда надо. Послушайте, я вам скажу так, всем нам, коллеги, нужна изрядная доля смирения для того, чтобы себя подчинить видению, которое дает Бог. Я верю в то, что это видение дает Бог. Не потому, что я такой, знаете, получил тут все откровения, я не хочу полагаться на себя и сказать, я самый здесь, короче, духовитый, у нас есть замечательные служители, которые вместе все выражали свои взгляды, мнения, опасения, предложения, и мы над этим молились, размышляли, спорили, было горячо, было интересно, было жарко, и еще, я думаю, что предстоит немало этого. Итак, то, с чего мы начнем, и это не первое, как бы, не номер один в служении, это, я бы так сказал, шапка, это все, как говорится, это наше все. Мы увидели, что мы хотим, и мы видим, что вся жизнь общины пропитана Божьим присутствием. Это даже не номер один, это начало главы, название книги, как угодно, это вершина, и это основание. Жизнь без Божьего присутствия, личная жизнь, семейная, работа, служение, что бы мы ни взяли, без Божьего присутствия, тягостно и уныло. я не знаю, как можно жить без присутствия Бога. Я не знаю, как можно идти вперед, как можно чего-то хотеть, если присутствие Божие, оно не имеет в нашей жизни своего удивительного места, первого места, где бы мы ни были, что бы мы ни делали, это присутствие Бога сопровождает нас, присутствие Бога направляет, ведет, и поэтому для всех нас этот пункт, это определенное страстное желание, часть этой картины, вся жизнь Божьей семьи, чтобы были пропитаны присутствия, Бога. Домашние группы, молитвенные служения, посещения, простые общения, братские посиделки, семейные обеды, в этом всем есть место, чтобы Иешуа с нами присутствовал. Представьте себе посещение ваших неверующих членов семьи, дни рождения и рестораны, свадьбы, это та вещь, с которой мы все сталкиваемся. Люди наши вокруг нас, что-то происходит, женятся или выходят замуж, дни рождения, и я туда хочу прийти не просто так, с букетом цветов, с конвертом, с чем-то еще, сказать, классно, супер, Бог вас любит, аллилуйя, они уже все знают в основном, что мы верующие, но хочется прийти туда в таком настрое, когда ты ожидаешь, куда присутствие Божие тебя занесет. Где сегодня в этом ресторане тот человек два или три, которые переживут прикосновение через тебя с Духом Святым? Помните, вчера Саша рассказывал, министерство юстиции, зал для приема, Господь и тишина. И поэтому это особенная часть, которая нас настолько захватывает. Я помню, когда мы начинали общину, я проводил домашнюю группу и были домашние группы, где Бог проявлял себя очень интересно. в простом разговоре, в чтении стихов Маяковского, кто скажет, не дай Бог, как это может быть, это же вообще караул. Кто-то здесь есть, кто помнит эту домашнюю группу? Саня, помнишь? Это один из типов домашних групп. Мы пригласили неверующих людей, была неверующая женщина, и она чувствовала, что здесь такое место, где ее принимают. ее муж, ее дети уже давно не принимают в расчет, у нее уже внуки есть. И она просто решила поделиться чем-то от переполняющих ее чувств, и она решила прочитать любимое свое стихотворение. Это было стихотворение Маяковского. Понимаю, что Маяковский человек весьма был специфический, специфический жил, специфический умер, писал очень специфическо коммунистические стихи, но вы знаете, что интересно, Бог почтил не своим присутствием не стихи Маяковского, а то, что эта женщина открыла незнакомым в общем-то ее людям сердце, когда она решила поделиться вот то, что я понял в этот момент. Присутствие Божие пришло, я думаю, ничего себе, я тебя вообще не понимаю, а мы же тут не прославляем, не поем. Она ничего грешного, плохого не сказала, но момент открытия ее сердца, чтобы поделиться чем-то, ее муж давно не слушает, то, как она читает стихи, и дети не слушают, как она читает стихи. А здесь был кто-то, кто с терпением, ну пусть не в большом восторге от Маяковского, но кто-то это сказал. Интересно, кто-то, кто просто открыл ухо. Эта еврейская женщина, она была так благодарна. И Бог коснулся и пришел, открыл свое присутствие, потому что она просто открылась здесь. Странная может быть мысль. Я не знаю, какие стихи читали те пьяницы и те люди, среди которых сидел Ишуа. Я не знаю, о чем они говорили и были ли все это возвышенно благочестивые разговоры. Если он с ними сидел, ел, пил. Может быть нам представляется картина очень духовная. Знаете, иконописные лица, иконописные такие возвышенно духовные мытари и пьяницы, и блудницы, естественно, очень благочестивые. Такая компания и Господь с ними говорит, они все обнимают. Я думаю, немного было по-другому с учетом того, что это были еще и древние евреи. Ну не было таких иконописных лиц. Фарисеи, это враги и что, сказали, он вообще друг мытарям и грешникам. Ребята, алло, вообще, кого слушаете, он с ними сидит, ест, пьет. Вы знаете, и ему совершенно не зазорно было сидеть с ними. И там открывалось присутствие Бога. А у фарисеев таких ребят по всем религиозным понятиям грамотных ноль нету. Я еще не начал говорить основную часть. Друзья, можно мне водички налить? Итак, присутствие Божие, присутствие Божие. мы хотим видеть, переживать везде и повсюду, где бы мы ни были. И вы знаете, мы уверены, что это пленяет сердца больше, чем многие слова. Это заставляет порой задуматься людей больше, чем слова, которые мы им говорим. Ну и мы просто не можем без него, откровенно говоря. Спасибо большое, у тебя, Сергеевна. Самая, самая потрясающая, самая молодая у нас сестра. Слава Богу. Да, остальные духовные, внимаю. Да. Итак, я бы сказал так, если мы сравним наше видение с картиной, то присутствие Божие это грунт, которым покрывают весь холст. Вы знаете, что прежде, чем писать на холсте картину, то, что делают, наносят специальный грунт, покрывая весь холст. И что бы ты потом не рисовал, ты будешь рисовать на этом загрунтованном холсте. И присутствие Божие это грунт на картине. Перейдем немножечко к деталям. Первое. Мы уверены в том, что отношения в общине построены на основании принципов еврейской семьи. Отношения в общине должны быть выстраиваны, построены на принципах еврейской семьи. Мы с вами немало говорили о том, что вот есть семейная атмосфера в мессианской общине. Есть что-то семейное, что захватывает людей. Я переживал это впервые, когда посетил мессианскую конференцию, будучи служителем хорошей полноевангельской церкви. Я приехал на мессианскую конференцию заведомо настроен против любого еврейского служения. И сегодня здесь есть один человек, который для меня когда-то сделал немало в этом направлении. Это один из моих очень хороших друзей. Слава, служитель церкви нового города. Может быть, он не помнит этого разговора. Помнишь? Я просто сейчас вспомнил, он не планировал это говорить, но это интересно. Я помню, что я мучился над вопросом относительно того, ехать на эту конференцию, не ехать, мое, не мое. И он мне, я думаю, что тогда понимал, не понимал, но от Бога очень четко я сказал, что надо. И вот я попал на мессианскую конференцию заведомо настроенный против. я приехал в таком настрое, типа, тут все законники, тут проповедуют закон, обрезают недообрезанных и так далее, и так далее. Короче, страшная тема. Я захожу в зал, а там негуны, ну, вот эти напевы еврейские, да, такая, люди танцуют. Я смотрю, с одной стороны, внешне, это глазами хаос. Нет стройных рядов верующих, которые энергично, ритмично. Вот, я же привык, как бы, ну, так понимали. А тут какой-то балаган, хороводы, что-то там. Но я при этом понимаю, что меня так накрывает. Я не понимаю, Господь, как ты можешь проявлять себя вот в этом, на мой взгляд, беспорядке. Очень. Я боролся пару дней, наверное, конференции с этим. Но понимаю, присутствие Божие просто нереальное. И я понимаю, я попал домой. Я не понимаю, почему. Я не согласен с этим служением. Все это, нет ни людей, ни Элина. Гыть, гыть. Но меня просто, это семейная обстановка. Я ни с кем не был особо знаком. Те, с кем был знаком, те, кто меня на конференцию притащили, на меня смотрели с ненавязчивым таким ожиданием. Типа, ну как тебе? Планировалось, что я потом должен возглавить какую-то еврейскую группу, на что я вообще не собирался подписываться. Вот. Но два человека, которые меня притащили, один с одной стороны, другой с другой стороны. Они на меня так, все, значит, танцуем там, это, ну, славим. Я, естественно, где-то вдалеке, далеко-далеко, там подальше. Они рядом со мной, и так ненавязчиво. Ну, типа, ну как? Нравится? И вот я, конечно, еще же вот это напрягаюсь от этих вот ожиданий, да, от этих вот взглядов пламенных и искренних. Я закрываю глаза, молюсь Божию, думаю, дай мне, Господь, просто вот с тобой, вот, потому что все эти взгляды, они меня реально доводят до того, что я сейчас начну хамить, короче. Понимаешь, вот сейчас у меня накипит. И я никуда не могу отделаться от того внутреннего. Я никому не говорил ничего, но внутри у меня ощущение, я попал домой. Потом я десятки раз слышал свидетельства разных людей, которые попадали в разные мессианские общины, и они говорили, мы не знаем почему, мы не знаем, как это выразить, но вот что-то такое есть, как будто попал домой. Вот как будто семья, семья, я по-другому не могу сказать. И вы знаете, мы понимаем, что эту часть, с одной стороны, делает Дух Святой, но с другой стороны, есть те ценности еврейской семьи, которые мы можем не только на духовном уровне переживать, это зависит от Бога. Божье действие в плане семейственности зависит от Бога. Он это делает, иногда он больше это проявляет, иногда это не так заметно, но послушайте, мы можем учиться и должны учиться тому, что такое семейная еврейская атмосфера. Мы много об этом думали, говорили, наши служители делились мнениями, и много можно сказать, еврейская обстановка, атмосфера в семье, это забота, но ведь не только в еврейских семьях заботятся друг о друге. Но это же будет неправильным сказать, что вот только вот так, как у евреев заботятся, нигде не заботятся. Ну давайте будем реалистами. Нет, есть хорошие семьи, есть куча нормальных семейных традиций, и не только в еврейском народе. Какие же ценности есть в еврейской семье, физической и духовной, которые нам с вами надо научиться практиковать? Я не говорю сейчас об отдельных мелких деталях, что здесь смеются вместе над собственной глупостью, и это не страшно. Нормально посмеяться над своими вообще какими-то косяками, которые мы допускаем, над религиозными маразмами, которыми порой мы живем. Это нормально, вместе поржать. Иногда надо учиться поржать над тем, во что мы вляпались. Ну послушайте, иногда, если не посмеешься, так будешь плакать. Так, да, зачем сидеть в депрессии, когда можно посмеяться, но иногда мы не как бы посмеялись и сказали, ах, ладно, Господь, спасибо тебе за милость, помиловал все живы, здоровы, аллилуйя. Больше, ну, и выводов не сделать из этого. Все-таки, когда мы допускаем ошибки, нужно учиться делать выводы. Чтобы в следующий раз уже на эти грабли не наступать, потому что мы же знаем, что достаточно других, где еще не ступала нога человека. Вот. Нам есть куда идти, дорогие. Я нашел два основополагающих принципа еврейской семьи, которые мы с вами сейчас очень коротко затронем. И я хочу вам сказать, это впрямую имеет отношение к первому пункту. Отношения в общине построены на принципах еврейской семьи. Два основных принципа. Это будет просто, друзья, супероткровение. Откройте со мной Марка 12 главу. Просто я вам гарантирую, что вы сейчас скажете, вот это да, вот это мы не ожидали. Марка 12 глава. Я сказал 12 или 13 первый раз? 12. Да, Марка 12 глава с 29 стиха. Ишуа отвечал ему. Первое из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душой твоей, всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. И иной больше сих заповедей нет. Спасибо. Вот. Хотя бы один вау сорвал. Послушайте. Это мы можем говорить о преломлении национального характера в еврейских семьях. Можем подмечать в тех семьях, которые нам известны, те или иные вопросы. Можем прочитать, какие есть заповеди еврейской семьи в Талмуде. Очень полезные. Одна из них очень серьезная. Называется, это заповедь еврейской жены, чтобы она помнила. Голод, отец гнева. То есть сначала надо мужа накормить, потом все остальное. Но мы здесь, слава Богу, не просто голодаем, мы в посте, поэтому мужья и жены могут себя чувствовать безопасно. Да, поэтому живем в разных корпусах. Ну да. Молодец. Сашко быстро мыслит. Итак, понимаем мы или нет до конца, это не просто общие заповеди. Не просто две общие большие заповеди Нового Завета. Эти заповеди известны Израилю издревле. Почему я говорю, что эти заповеди являются фундаментальными для еврейской, если это настоящая еврейская семья. Реально. По одной простой причине. Бог устанавливается во главу отношений. Бог является главой этой семьи. И, соответственно, интересы Бога ставятся выше интересов людских. Отношения в общине, которые построены на ценностях основания еврейской семьи. первое. В этих отношениях Божьи интересы являются ведущими в моих отношениях с Сашей, с одним Сашей, с Максом, с ребятами, с кем бы это ни было. Какие бы ни были мне, это близкие люди, дорогие моему сердцу, но отношения и первенства интересов Бога должны быть выше моих или Его. Когда в семье есть дети, в еврейской семье, дети, мы знаем это согласно книге Исход, да, Бог говорит, научи своих детей, там буквально написано, внушай своим детям, что Бог вывел нас из Египта. Мы были рабами фараона, но Бог мышцей простертой вывел нас. И детям с измольства говорится, есть единый, всемогущий, всесильный, невидимый, вездесущий, любящий Бог. И это то, та истина, которая должна первоначально лечь в отношениях, в общине. Не всесильный, вездесущий, всепринимающий я. Почему? Потому что, я знаю, почему я говорю это, потому что порой люди, приводя людей к Богу, заботятся о них так, о их комфорте, о их уюте, таким образом, что не дают Богу сделать свою работу в жизни этих новых верующих. Еще раз. Иногда мы так хотим обо всех позаботиться, не значит, что не должно быть заботы. Но порой мы это делаем таким образом, оградить человека от любого влияния, оградить человека от того, чтобы кто-то с ним другой познакомился, чтобы кто-то с ним поговорил, кто-то не тот. А вдруг у него появятся интересы. Я видел, когда наставники, когда люди в заботе о своих подопечных исходят не из того, что им надо научить, что мой духовный ребенок, мой подопечный должен усвоить прежде всего есть Всевышний, Всевидящий, Любящий Его Бог, а не я Его наставник. И наставник порой наставляет человека, исходя не только из Писания, но и из своего негативного опыта, из своих каких-то проблем и трудностей, и все, что он говорит, он будет сравнивать лично с собой. Личный опыт очень важная составляющая часть служения, но первое, что нужен, должен знать духовный или физический ребенок в основании всего. Послушай, есть Бог, ты покаялся, для кого из вас является новостью, что далеко не все покаявшиеся люди, только вернувшиеся к Богу, они на самом деле готовы тут же молиться, говорить, Господь, я верю, что ты есть. У них веры хватило, Бог дал меру веры на покаяние. Они совершили этот первый шаг. Но дальше мы должны сказать, послушай, ты замечательный человек, если ты нуждаешься в заботе, я постараюсь тебе ее оказать, но я не хочу собой заменить Бога, я просто не смогу тебе это сделать, и это не надо. Поэтому первое, что мы сделаем в заботе о тебе, мы с тобой помолимся, чтобы Бог показал, какой Он есть. Понимаете? Я приведу примеры из своей жизни. На первых порах, когда появилась община, у нас было немного меньше, чем сейчас, скажем так. Я помню, раз за разом приходили люди, хорошие братья, приходили, ну, там, только-только недавно покаявшись, и говорили, послушай, ну, большая нужда, там, одолжи денег, одолжи денег, одолжи денег. Я, как бы, мне не сложно не то, что одолжить, мне не сложно благословлять. То есть, понятно, я смотрю и на возможности, которые есть. Писание говорит, что если ты даешь, смотри, чтобы не было так, что кому-то избыток, а у кого-то недостаток. То есть, я понимаю, что я могу отделить от семейного бюджета какую-то небольшую сумму, дать человеку. И однажды моя супруга, слава Богу за нее, она говорит, послушай, здорово, что ты это делаешь, но проблема в том, что ты забываешь этим людям сказать. А не хочешь ли ты со своей нуждой обратиться к Богу? Я, не, ну послушай, человек обратился ко мне, какое-то время с ней спорил, а потом я понял, послушай, действительно, у меня проблема, я играю в Бога. Я, не вопрос, я даю, знаете, даже давая, я себя чувствую внутренне, ну, хорошо. Я, да, я чувствую себя удовлетворенно. Почему? Потому что я чувствую, как я сделал хорошее, доброе дело. И она как-то обратила мое внимание, то есть, я не говорю к тому, чтобы не давать, но я говорю к тому, чтобы не пытаться играть в Бога. И с того момента я подзадумался, какое-то время я с ней спорил, потом подзадумался, ну, да, действительно, слушай, я даю, а у людей жизнь-то не меняется. Я попросил у Бога прощения, Боже, прости меня, потому что я не позаботился их к Тебе привести. Я им так хотел показать свою любовь. Это важно. Мы можем делами, нашими даяниями показывать любовь, но, друзья, не забудьте, что первый принцип гласит возлюби Господа Бога. Твоего. И духовные дети, и дети физические в наших семьях должны первонаперво усвоить возлюби Бога. Послушайте, я не буду сейчас говорить много на тему заповеди возлюби Бога, но попробуйте как-нибудь ребенку взять и просто объяснить, как это полюбить Бога. Ребенку, который думает очень простыми категориями. вы знаете, вы просто переживете пару минут такого пота и что же сказать-то ему простыми словами, а как это любить, ну люби, ну любишь, не понимаешь? Ну как ты не понимаешь? А ты себе ответь на вопрос. Как любить? И тем не менее, дорогие мои, первая фундаментальная истина, проистекающая из заповеди о любви к Богу, то, что интересы Бога выше интересов людей. Как бы это ни казалось странно, порой мы читаем Новый Завет, нам непонятно, почему Господь говорил те или иные слова. Человек говорит, Боже, я пойду за Тобой, я готов стать учеником, только дай похороню родителей. Он говорит, послушай, тот, кто возложил руку на плуг, он не должен оборачиваться назад. И он говорит, пусть мертвые хоронят мертвецов. Ты задаешь себе вопрос, Господь, неужели как же так? Это ж в любом народе забота о умерших это достаточно высокая забота. Или нет? Да, оказать последнюю честь. Но Бог говорит, когда встают интересы Его царства, они стоят выше. Вы знаете, мы должны этому учиться, чтобы наших людей, наших тех духовных детей, которые Он нам даст, к этому приводить. И воля Божья, это не моя воля, не то, что я себе нарисую и захочу в это поверить. Как иногда люди говорят, Бог для меня хочет, Он же любит меня, Он хочет для меня только добра. Да, Бог хочет для тебя добра, поэтому Он приносит сокрушение, поэтому Он говорит о распятии твоего и моего я, именно Он говорит об ограничении своих желаний необузданных, потому что Он хочет добра, только не того человеческого добра, а добра, которое открывается в небесном царстве. Бог исходит из планов спасения, а не из планов проживания на земле. Прежде всего спасения, и потом другие моменты. Он говорит, прежде всего Матфея 6, 33. Аминь, Галина Ивановна. Ищите прежде Царствия Божьего и все остальное. Второй принцип, который мы читали в Марка 12 главе. Вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше этих заповедей нет. И второй момент. В еврейской семье и в новозаветней семье интересы моего ближнего как минимум не меньше моих собственных. Вы можете открыть много мест Писания, где Павел говорит, почитайте один другого выше себя, опережайте друг, будьте предупредительны в заботе друг о друге. Это все здорово, но послушай, мы, наверное, живем в таком мире, где это не очень вообще принято заботиться о ком-то, чем больше, чем если бы я бы позаботился о себе. Вы знаете, мы действительно живем в такие времена, в таком состоянии этот мир находится, где всеобъемлющее я поглощает все. Мои интересы, мои желания, мои планы, и потом это потихоньку может приходить и раскрываться уже и в собрании, а мое служение, я думаю, что мы с вами первые люди, которые должны учиться, что такое любить своего ближнего так же, как самого себя. Новый Завет изобилует местами, которые говорят нам о любви жертвенной, о любви посвященной друг другу, без всякого лицеприятия. Я хочу сделать здесь одну вещь. Понятно, как бы некоторую оговорку, понятно, что всегда будут люди, которые будут пытаться нагло манипулировать вот этой любовью, будут люди, которые будут пытаться эксплуатировать любовь братскую, но у нас есть, друзья мои, мудрость от Бога. Если мы видим, что человек через оказанную ему любовь, содействие, помощь, не растет, не поднимается духовно и не собирается даже меняться, мы абсолютно вправе посадить его и сказать, послушай, как здорово, что ты мой брат и ты моя сестра, так здорово, что мы есть друг у друга и нас соединила Божья любовь. И в этой любви я тебе скажу, друг мой, то, что ты делаешь является манипуляцией. Ты пытаешься направить всех людей в твоих интересах. Я это видел и думаю, вы что-то в этом плане тоже видели. Знаете, как можно проверить, насколько человек, которым мы заботимся, духовный ребенок, насколько он усваивает уроки еврейской семьи? Знаете, когда? Когда он сам, получив что-то от братьев и сестер, ищет, кому бы он мог передать. Однажды я просто задумался о том, что Писание говорит, что мы имеем любовь, которая наполняет наши сердца, дана она нам Духом Святым. Я как-то наблюдал за семьей своей, вообще за семьями, за верующими, за собой. И вот что в результате моих наблюдений я увидел. Особенно видно это в тех семьях, где есть один ребенок. Пока, по крайней мере. Есть папа с мамой, для которых один ребенок это объект всей любви, заботы, всего. И это нормально. Но по Божьему установлению, я думаю, что должны появляться и другие дети. Я верю в то, что для того, чтобы исполнить заповедь плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, как минимум нужно больше, чем два ребенка. Потому что когда у тебя в семье двое детей, ты оставил на земле замену вместо себя. Нужно больше. Я хочу. Чтобы больше было детей. Не только физических, духовных, естественно, тоже. Но вот что интересно, когда появляется второй ребенок, первый ребенок понимает, а я больше не объект всей любви папы и мамы. А я больше оказывается не финишная черта, на которой заканчивается вся их любовь. Появился кто-то, кто претендует на это. И он маленький, и ему нужно больше времени внимания папы и мамы. О нем забота и так далее, и так далее. Я помню у себя яркое переживание. У меня родились брат и сестра, мне было 10 лет, они родились двойняшки. И поверьте, у меня создался такой вакуум сразу родительского внимания. Родители несколько месяцев вообще не спали, потому что у детей были определенные трудности какие-то. Знаете, как дети первые месяцы, это же вообще песня. И тут два. Это испытания для семьи. Папа уснул на партийном собрании, которое вел. Папа когда-то был коммунистом, сейчас слава Богу, он служитель. Он просто рассказывает, говорит, я говорил, 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 и так вот оперся, значит, просто передохнуть. И понимаешь, какой-то момент меня за плечи как-то трогают. Говорят, Михаил Михайлович, как бы все уже тут решили, закончили, идите. Это как раз было в этот период. Он говорил, говорил, раз, руку, и отключился. Все, моментально. Я помню, что в этот период я осознал, что понимая или нет, ну, как-то любовь, внимание родителей, я не чувствовал себя ущемленным в этом плане, но они перешли к двум маленьким моим брату и сестре. И вы знаете, что в Божьей семье один из очень важных тестов, как твой подопечный реагирует на то, что к нему проявляется любовь и забота. Если он ищет, и ты можешь помочь ему направить его на то, чтобы найти кого-то, кому он может эту любовь передать. В обвелектом любви, потом Мириам была обвелектом всей любви. Понятно, что каждому из них достается своя доля любви, но когда ребенок маленький, происходит забота. И вот у нас некоторое время назад появилось это хвостатое чудо, гавкой там сидит. Вы знаете, что интересно, собака, не человек, но вдруг моя дочь поняла, она сильно хотела эту собаку, что она не последняя в этой цепочке когда не очень сильно хочется. Понимаете? Может быть собака, конечно, не человек, но вдруг ты понимаешь, есть кто-то, о ком ты на элементарном уровне должен начать заботиться. И это хороший тест. Если человек, которому ты служишь, ни о ком, так и не начал заботиться, у него что-то не так. И тебе необходимо ему помочь это увидеть. Понимаете? Скажите мне, почему одни люди, которые недавно только-только пришли к Богу, для них не проблема, что он ничего еще не знает, но он кого-то находит, говорит о Боге, предлагает помощь. Он не зрел, и он не прошел библейских школ. И что? Теперь что, финиш, конец? Он даже не знает про то, что есть библейские школы или нет. В голову не приходит. Он знает два стиха из Писания, и он с ними идет и говорит. Вообще-то Бог, он говорит всем покаяться. И он уже о ком-то начал заботиться. Сколько нужно нам, чтобы начать о ком-то заботиться? Что нам нужно? Духовное образование, дипломы, что? Посмотрите на первую общину. Было ядро, 120 человек, и в один момент их увеличилось до трех тысяч. Здесь на ретрите с детьми около 120 человек, чуть-чуть больше. И представьте себе, что каждому из нас сейчас предстоит какую-то взять ответственность, если появятся три тысячи человек, верующих. Вы можете себе представить вообще объем заботы, объем, который от нас потребует служения этим людям, объем сил, внимания, молитв. вы себе не представляете. У нас есть возможность учиться это делать шаг за шагом. И поэтому два основных принципа еврейской семьи. Первое место Бог и мой ближний. Его интересы не меньше, чем мои. и мне нужно найти того, кто станет последним после меня в цепочке любви. Я для себя, когда наблюдал это все, я увидел вот эту цепочку. Сначала парень ухаживает за девушкой, все внимание к ней, все хорошо, она как бы последний рубеж в принятии этой любви. Потом они становятся семьей, потом появляется ребенок, и папа, и мама туда, потом второй ребенок, и это идет дальше, и дальше, и это прообраз того, как мы можем духовно, не только можем, послушайте, это наша насущная потребность, если мы не начнем это делать, мы духовно увянем. Один из секретов роста, зрелости, вообще какого-то успеха, это хоть о ком-то начать заботиться, хоть о ком-то. Итак, я только первый пункт сказал, а у нас уже время такое, что я вам схожу, да, огласить весь список, я не буду вас пугать, а вы все узнаете в свое время, если не ослабейте, говорится. Пожнем, да, если не ослабеем. Второй момент, вторая большая деталь этой картины, видения общины. Деятельность общины направлена на спасение людей и на личное дружественное наставничество для них. Второе, деятельность общины направлена на спасение людей и личное дружественное наставничество для них. Деятельность общины направлена на спасение людей и дружественное, личное дружественное наставничество для них. Я в последней части немножечко затронул вопрос касательно вот этой передачи любви. И завтра мы будем больше говорить о наставничестве. Но это будет завтра. И я не исключаю, что я сегодня займу и это служение, еще и, наверное, судя по всему, следующее. Так что я думаю, что Александр будет завтра с утра. Я чувствую, что мне нужно сейчас об этом говорить. Не знаю, как насчет вас. Но мы же договорились с вами, помните, что мы будем гибкими. Итак, откроем вместе Евангелие от Матфея, глава 28. Да, открываем Евангелие от Матфея. Если этот сигнал не был достаточно, чтобы вы... приглушили звучание телефонов, то, пожалуйста, выключите, если вы не поняли, что это стоит сделать. Матфея 28, 19-20. Итак, идите, научите все народы, погружая их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Если быть более точным в переводе, то здесь говорится, идите и делайте учениками все народы. Понятно, что человек не может стать учеником, не пережив спасения. И поэтому первое, ну, один из важнейших элементов нашей картины – деятельность общины направлена на спасение. Наши с вами усилия направлены на спасение. Вы знаете, мы можем разные брать типы служений, и альфа-курс, и, может, уличные евангелизации, домашние группы. Но если не только деятельность общин, деятельность общины строится из деятельности каждого из нас. Если наши с тобой усилия не направлены на спасение людей, то мы непонятно, чем занимаемся в принципе. Как община. Понимаете, что община, Церковь Божия существует для того, чтобы люди могли узнать Бога и спастись. И я хочу еще одну вещь добавить. Почему в этом же пункте есть слова о личном и дружественном наставничестве? Потому что, наблюдая за деятельностью служителей разных, я делаю такой вывод. Мало человека привести к покаянию. Я порой иногда слышу сверенство, мы были там, мы делали то, там покаялся человек, тут вот такое произошло, там покаяние, тут покаяние. Я задаюсь одним простым вопросом. Во, ребята, здорово! Где эти люди? Где они? Потому что, скажем так, у людей, в которых в голове есть клепка евангелиста, то есть у меня там нормально голова работает на евангелизацию, как правило, еще должна быть одна клепка, связанная с наставничеством. Мало человека просто сказать, вот повторяй за мной, Господь, Господь, прости мы, прости мои грехи. Аллилуйя, все! Да и пять, братен! Все, давай, пока! Как-нибудь там увидимся. Боже, благослови, чтобы он куда-нибудь там попал, в какое-нибудь собрание. Сколько людей таких добралось до собрания? Поэтому мало просто иметь евангелизационные усилия, мероприятия. Изначально надо видеть, что если ты благовествуешь человеку, это только начало. И покаяние человека только начало. Где? Следующий шаг. Это дружественное наставничество. Хотя я вам скажу, что порой наставничество начинается немножко раньше, чем само покаяние. Может быть, это странно. Иногда, но так бывает. Вы знаете, я очень благодарю Бога за то, что у нас есть вот эта собака. Потому что, ну, начнем с того, что когда взяли эту собаку, поскольку она была куплена на деньги нашей дочери, она, так сказать, в материальном смысле отвечает за нее. Это ее собака юридически. Фактически, да. Но она имела право назвать его. Там было много вариантов. Она его, давайте назовем его Чудо. Говорю, ну, как бы Чудо. Назвали Нес на иврите Чудо. Ну, и нормальная кличка для собаки. Нес. Нес. Хороший барбос такой. И вы знаете, что интересно? Такое имя получилось пророческое. Естественно, собаку надо выгуливать. Я начал выгуливать тузика. Знакомиться со всеми собачниками, которые есть у нас в районе. Но это неизбежно. Все эти тусовки. Вы знаете, какая красота. Вот некоторые из общины, там, периодически мы с ними в парке встречаемся. Я вам хочу сказать, это вот такая красота. Повычисляли несколько еврейских, там, ну, по-моему, пять человек евреев повычисляли. Две пары. И плюс еще один товарищ, которого, правда, давно не видели. Но факт в том, что, как только я стал замечать, у меня появился обширный круг неверующих людей. Я вам скажу откровенно. У меня уже давно закончился круг неверующих людей. Но у меня они появились снова, благодаря этому блохастому товарищу. Ну. И вот мы завязываем отношения с одной семьей, с другой, там даже не семьи, собственно, пары такие. Они думают, что они семьи. И вы знаете, ненавязчиво, спокойненько, шаг за шагом, молясь, шутя, разговаривая о собаках, о погоде, о жизни, о экономике. И потихонечку, все спокойно, очень интересно, развиваются отношения. И там есть парень один, его зовут Денис. Я думаю, что когда-то он эту запись посмотрит, так что... Хороший еврейский хлопец, который, ну, такое сердце ищущее, искреннее. И у нас завязались очень хорошие отношения. Там ездили вместе в воду и воду, и общались с супругом. Наташа общалась с его девушкой и продолжает общаться. А я с ним потихонечку, потихонечку. В эту среду, 12 ночи, он покаялся. Написал мне в скайп, Симеон, я больше не могу терпеть, мне что-то надо делать, давайте встретимся. И мы пошли и гуляли с ним по парку ночью. Говорили, он говорит, я понимаю, я хочу, я не могу больше. Я не знаю, ради чего я живу. Я не знаю, куда я иду. Я не знаю, почему я делаю то, что я делаю. Ему 27 лет, вот такой. И даст Бог, мы его передадим на домашнюю группу на Рыжкановке, он живет на Рыжкановке. И даст Бог, такая околосемейная еврейская пара, которая тоже нуждается. Послушайте, получилось так, почему я об этом говорю? Потому что наставничество с этим молодым человеком началось чуть раньше, чем его покаяние. Хорошие отношения. Мы не старались ему там побыстрее впихнуть, что-то давать. Шаг за шагом, спокойно, в любви. Он начинает интересоваться. А вот что вы об этом думаете? А вот как вы считаете? Мы, естественно, делимся мнениями. И Бог что-то делает. Интересно, пару дней назад стоим в парке. У нас, благодаря этой собаке, мы уже понимали, он такой интересный товарищ. На него приходят куча мам с детьми. Полоскать. Ой, а можно с собачкой? У нас уже там полпарка знакомых. Есть люди, которые знают, когда мы гуляем, они железно выходят с детьми, чтобы дети поиграли с собакой. Я уже не знаю. Я уже разговариваю с людьми. Где там эта собака? Кто там ее гладит? Короче. Серьезно? Так быть не должно? Ну, как-то уже кто-то чем его там плюшками разными кормит. Короче. Все счастливы. Но вот что интересно. И там уже есть несколько еврейских подростков, которые живут на Рыжкановке, учатся в еврейской школе. И они уже тоже постоянно туда выходят. И одна из них была у нас на последнем эре в Шабате. Другая пока еще не дошла, но уже вместе с молодежью нашей где-то там тусуется. И они видят, что есть хорошее общение. Не загруженное, и не религиозное такое, суровое с одной стороны, знаете, без всяких там, ладно, рубища и всего остального. И с другой стороны, оно чистое, оно не мирское. Есть шутки, юмор, но они нормальные. Это не обсуждение сплошь. Ой, а что там делать нам с мальчиками? Ой, а что там делать нам с девочками? Серьезно, голова не была повернута только в эту сторону. Как будто больше не о чем думать вообще. И они видят, что можно общаться по-другому. И вот стою я, и получается так, в течение короткого времени, одни люди пришли там, рэбэ шалом, шалом, там пообщались, ушли. Другие подошли, ну все, шаббат шалом, шаббат шалом, все. Там-то в пятницу дело было. Подходит одна вот такая пара семейная, которая приходит дочку прогулять с нашим Несиком. И они так, между прочим, говорят, а вы что, школу какую-то имеете? И я говорю, ну в каком-то смысле. Я говорю, не так, чтобы прямо, а то мы смотрим, так интересно, как-то вот мы слушаем, наблюдаем, вот что люди подходят, там с вами что-то говорят. А мы же там не кричим, там по полной программе, там каких-то духовных вопросов. Так, между прочим. Я говорю, да. Я вообще священнослужитель, у нас ничего интересного, у нас много там разного интересного. А мы психологи. Я говорю, супер, пошла жара. Психологи, любимые же друзья. Мы вместе приходим к выводу тому, что вообще-то, конечно, Библия, Писание, это источник. Просто когда-то основатели психологии решили все это дело оторвать от первоисточника, выжать что-то себе, и в конечном счете все они вместе хором заблудились. И причем ребята эти понимают. Я говорю, обычно, хорошая возможность, друзья, когда вы общаетесь с психологами, задайте один простой вопрос. Когда-то до меня этот вопрос дошел, я его задавал уже ряду психологов. Ну так, то есть без лишней гордости и надменности. Но задайте такой вопрос. Психология – это же наука о душе. Да. Псюхия на греческом – душа. Психология – наука о душе. Да. Очень прошу, дайте научное определение души. Дайте научное определение центрального предмета, который изучает психология. Они сразу, они даже, да, нет такого определения. Говорят, то есть как бы определение центрального предмета науки не существует. Да. Я говорю, все, у меня больше нет вопросов. Ну, люди же быстро все понимают. Они говорят, да мы понимаем, есть столько точек зрения, столько всего на этот счет. А, они сами понимают, что надо куда-то поглубже, чем психология. И вы знаете, наставничество порой может начаться чуть раньше, чем спасение этого человека. К этому тоже нужно быть готовыми. В человеке можно увидеть ученика до того, как он станет этим учеником. В этом выражена вера. Я смотрю на человека. И я верю, что Бог нас не зря соединил. Я не просто буду смотреть, а может быть он покаяться. Я смотрю и думаю, Господь, а кем он будет, когда он покается? А что Ты приготовил для этого человека? Аминь. Аминь. Аллилуйя. Сколько мы уже говорим по времени? Ага. Да? Ну, давайте сделаем сейчас такую вещь. Мы поднимемся и разомнемся. Братья, я вам предлагаю сделать так, как Славик. Повернись, да? Можно друг другу брать, а братьям там плечи так размять по-братски. Главное не попасть на брата с клещами вместо этого самого, вместо пальцев. Сестры с сестром могут там, да, мужья с женом. Но если сестра и брат, вы не муж и жена, то вам как бы лучше друг друга, конечно, не разминать. Итак, третий пункт. Давайте так. Я попрошу Ира, Ира, прочитай нам первый пункт. Ты можешь прочитать первый пункт? Еще, а вот расширено. Но у нас была формулировка. Отношения в общине построены на основании принципов еврейской семьи. Да? Первое. Второе. Второе я попрошу Виталий. Давай. Второй. Да, второй пункт. Тезисно. Дружественное личное наставничество для них. Аминь. Третий пункт. Нема. А Саня наблюдателен. То есть, я напоминаю, мы описываем картину того будущего, каким мы хотим видеть общину спустя три года. Третий пункт. Община с развитой личной молитвой и прославлением. Община с развитой личной молитвой и прославлением. Если что-то не развито в личном, оно не будет развито в общем. Ты никуда от этого не денешься. Если что-то не развито в общине лично у большого подавляющего количества людей, это не будет развито на уровне общины. Потому что мы все части общины. Понимаете? Если взяться и захотеть, мы можем посчитать, сколько часов молитвы в день молится община. Мы просто посчитаем, сколько часов молитвы молится каждый из нас. Можно... Тут вообще самые разные варианты подсчетов. Конечно, временное количество не самый главный показатель. Можно замолиться, и это будет неэффективно. Порой молитва в две секунды и в минуту она бывает очень эффективной. Но тем не менее, молитвенная жизнь – это один из самых важных, основных аспектов жизни верующего. Я хочу сказать одну вещь. Личная молитва, она не является большим или наиважнейшим фактором, или преимущественным фактором перед общественной молитвой. Общественная молитва не заменяет личную. Личная не заменяет общественную. Это как два крыла у самолета. Мои отношения с Богом, которые у меня есть. Я хочу их сохранить, я хочу их развивать, я хочу моего отца лучше понимать. Я хочу слышать его голос и не хочу упустить время, которое могу провести с ним с утра, или вечером, или ночью. Это мое время общения с моим родным отцом, который все знает, у которого есть руководство, мудрость, у которого есть выход для меня из разных ситуаций. Я хочу обсудить с ним самые разные детали моей жизни. И я не хочу упустить это потрясающее время. Поэтому, поэтому я не хочу сказать, что моя личная молитва, она не так важна, как общая. Общая молитвенная жизнь, общий накал, это немножко другие цели, немножко другие задачи. Но тем не менее, больше, чем мы молимся лично каждый, мы не выстроим, не поднимем общий молитвенный уровень. Я не буду говорить о молитве веры, о молитве ходады, свали духовная брань. Я просто сейчас пишу эту картину. Мы хотим, чтобы уровень молитвенной жизни, уровень сладость молитвенной жизни просто накрыла всех. Понимаете? Я хочу и ревную. Я не знаю, может, порой, как найти слова и передать, насколько это удивительно, сладко, насколько потрясающе иметь отношение с Богом, которую часто называют молитвой. И у нас написано, с развитой личной молитвой и прославлением. Естественно, служение прославления, служение поклонения. И здесь точно так же верна аксиома. Человек, молящийся и лично поклоняющийся, он будет приносить эту атмосферу поклонения во все сферы жизни. Все, что бы он ни делал, он будет делать в поклонении Богу. Чинить велосипед, я не знаю, воспитывать детей, работать на работе, что бы ни было, все будет изливаться в сердце такого человека в направлении поклонения Богу. Что бы ни пришлось ему делать, заботиться о немощных, быть благотворителем, благовествовать, все будет поклонением Богу. Вы знаете, поклонение лично для меня одна из самых, наверное, самых-самых больших ценностей в жизни. Когда-то один из наших братьев, как-то он где-то был в отъезде, был в другом собрании, вернувшись, он мне говорит, ты знаешь, ну не все люди, скажем так, понимают, почему прославление идет у нас в среднем полтора часа. Почему как бы вот у нас идет вот почти каждый шаббат вот так, редко, когда меньше. Час полтора часа, час сорок, час двадцать, ну в среднем полтора часа. Люди не всегда понимают, а зачем, слушай, столько музыки, а зачем? По одной простой причине, мы не можем остановиться. Просто не можем остановиться. Мы просто не можем остановиться раньше, потому что мы чувствуем, что это нравится Богу. И не только Богу. Аминь. Благо есть славить Бога, да, и петь имени Твоему Всевышний. Я помню, наверное, это одно из ключевых откровений в моем видении общины. Когда никого из вас, в общем-то, в общине еще не было, ни Саши даже, никого, была только наша семья. Мы только-только вернулись с Одессы, с Мессианского института, и мы понимали, что Бог хочет, чтобы мы что-то делали. Создавали, основали общину, строили общину. Я не знал, насколько это дело затянется. Я думал, мы начнем, потом, скажем, кому-нибудь там быстренько это дело передадим, и, не знаю, дальше поедем. Но все несколько задержалось. И слава Богу. Я сегодня вспомнил одно интересное переживание. Мы выходили с Таней тогда, каждое утро, это было лето 2001 или 2002 год, 2001, наверное, год. Мы выходили в Чиканский лес каждое утро, и мы молились, молились за... Не было, знаете, мы даже не знали, у нас не было кому благовествовать. Два года нас тут не было. Потом, как бы, круг друзей так сузился весьма. А неверующих евреев-то вообще, где их искать? У меня пообрывались уже связи неизвестно сколько времени назад. И, в общем, мы не знаем, кому проповедовать. Приходим с этим всем к Богу, и мы молились, 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 каждое утро в лес. И вдвоем, Господь, веди нас, направляй, мы не знаем, покажи, что ты хочешь, направь, от тебя, не от тебя. Мы никогда не боялись подвергнуть испытанию то, что мы делаем. Мы никогда не боялись Богу сказать, Господь, опроведи-ка ревизию. Может быть, мы чего-то не так поняли, мы готовы что-то поменять. И я помню, из этих всех молитв, мы, не знаю, часа по полтора, по два, наверное, каждое утро, мы молились, 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 молились. И я помню, в течение этого времени перед моими глазами поднималась одна картина. Она чуть-чуть только похожа на то, что мы имеем здесь сегодня. Я словно увидел, только словно сзади, я увидел огромный ангар, много света, а я стою как бы сзади, впереди сцена, идет поклонение и невероятное Божие присутствие. Такое, что люди поют, плачут, стоят просто, Бог поглотил это место. И сколько мы молились, я помню, перед моими глазами эта картина. Я понимаю, что я так хочу, чтобы так стало. Тысячи, тысячи людей, которые стоят, поглощенные Богом, поглощенные Его присутствием. Слезы текут, я слышу эту музыку, я вижу свет Его славы. И эта картина, которая меня до сего дня внутренне заряжает, внутренне меня просто вдохновляет. Я хочу, чтобы однажды прийти вот в это место, увидеть эти тысячи поклоняющихся людей. И вы знаете, я знаю, что это не просто люди с разных мест, это люди не просто из разных собраний, которые собрались для такого служения поклонения. Это люди спасенные, это люди, которые пришли с разных народов, но в этой общине поклоняются и ищут Бога. И вот это видение, оно внутри меня является одним из основополагающих. Потом, когда мы были в институте, мы для себя ухватили очень сильно само откровение о служении поклонения и прославлении, о служении пророческого прославления, о служении свободного прославления, о служении того, когда мы можем петь столько, сколько Богу угодно одно слово, один сдох, кричать, восклицать, танцевать, склоняться, молчать перед Ним, искать Его лица. Но мы хотим, чтобы Отцу было хорошо и нам с Ним тогда хорошо. И поэтому мы не мыслим свою общину и мы не мыслим картину нашей общины в будущем без поклонения и живой молитвы. Четвертое. Я думаю, что, может быть, я сегодня даже уложусь, и, может быть, все получится. Четвертое, очень важная, нами найденная деталь этой картины. Община с многоуровневой системой образования. Община с многоуровневой системой образования. Может, оно звучит так несколько официально. Я вам скажу. Помните, да? Это первичный проект. Это эскиз. Это то, что мы еще будем дорабатывать вместе, дорисовывать, вырисовывать, выкристаллизовывать с Духом Святым. И будем в этом направлении дальше двигаться. Вы знаете, я верю в то, что верующие, если имеют такую возможность, должны были бы учиться. Я не говорю, что мы не можем служить и быть успешными без знаний. Апостолы, Писание говорит, что их называют, их называли, да, фарисеи в Синедрионе, неграмотными, некнижными. И помните, да, эти греческие слова идиотой и агромотой. Ну, то есть, как бы, тут неграмотные и к тому же недалекие, мягко говоря. Они все были крестьянами, они были рыбаками. И фарисеи на них смотрели, и таких людей в Израиле называли амгаарец, или человек земли. Человек лопатой, грубо говоря, да, крестьянин. И фарисеи смотрели на них и говорили, они ничего не знают, они не учились, они не знают глубин Торы, они не знают особенности языка, они не знают традицию, не знают толкование. Как они могут творить вообще чудеса? Но факт в том, что они как раз были Божьим насаждением. И независимо, как бы, мы верим всем сердцем, что Бог может и хочет использовать людей. Но если у нас есть возможность учиться и повышать свои знания, улучшать, быть более качественными служителями, мы должны это делать. Посмотрите, мы читали Матфея 28 главу. Идите все народы, делайте учеников, да? И что дальше? Научите народы, погружая их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вы понимаете, что людей нужно и наставить, и научить тому, что такое водное погружение. Мне иногда люди говорят, да подождите, вон пример в Библии, как, например, погрузили Эфиоплянина, да? Евнух Эфиоплянин в книге Деяний, который ехал, на секундочку, из Иерусалима. Он был паломником. Он ездил на поклонение в Иерусалим. У него, чтобы вы понимали, свиток Торы лежал на колеснице. Не Торы, но там пророков. И он читал в дороге. Ну, за рулем, я думаю, был не он, он был вельможа. Но он читал в этой далекой дороге. Человек из Иерусалима вообще в Эфиопию добирался. И он не путешествовал один. Я уверен в том, в то время люди не путешествовали. Это был караван. Практически уверен в этом. Люди не ходили на такие расстояния в одиночку. Это не то, как сейчас на машине поехать. Куча разбойников и так далее, и так далее. Тем не менее, он едет, и он читает, и он размышляет. Когда мы приводим, например, такой пример, как этого Евнуха, вельможа, да, Эфиоплянина, не совсем подходит. Потому что человек читал Писание. И, видимо, он и над ним и раньше читал. Не думаю, что он над пророком Исаия размышлял вообще впервые в жизни, едя на колеснице. У человека в голове были выстроены определенные представления о том едином Боге. Он не был язычником. Давайте подумаем о тех людях, которые спасаются в наше время. Даже номинальные христиане. Друзья мои, представьте себе, что в их голове, как правило, больше языческих представлений о Боге, чем библейских, независимо от того, как они называются. Поэтому для того, чтобы человек прошел водное погружение, стал частью общины, вступил в завет, ему необходимо вообще объяснить и его ответственность, и серьезность его шага. Или нет? Да, я думаю, надо. Я видел людей, которые иногда говорили, я все понимаю. Ну, так как вы мне объяснили, так я еще подумаю. Я говорю, молодец, это правильно. Подумай, а кому нужны мертвые души? Кому нужна формальная работа? Мы погрузили столько-то людей. Через полгода поединой иди половину. Я не знаю, как у вас. Я это видел. И поэтому я понимаю, что я хочу, чтобы люди осознанно взаимоотношения с Богом строили. И мы видим несколько этапов на данном моменте, как мы можем строить эту систему образования. Первый этап – это этап, связанный с подготовкой к водному погружению. Второй этап – это расшит основы веры, фундаментальные истины веры. Третий этап – это класс для служителей, для лидеров, для людей, ищущих, жаждущих. И мы думаем, как мы говорили вот с осени, включить в программу работы общины – это видеокласс из Одесского Мессианского библейского института. Потому что есть хороший материал, и нашим служителям уже пора бы с этим знакомиться так впрямую. Ну, не сказал бы, что тяжелая, но нужная. Но я хочу задать вопрос. Когда мы говорим об образовании, мы часто думаем о формальных вещах, таких формальный класс. Ученики, материал, записали, тест, все, класс, диплом есть, экзамен сдали. Но библейское образование, на наш взгляд, не является только лишь формальным образованием, где людям дают информацию, они сдают тесты, и все. Цели библейского образования – первое – дать людям опыт, переживания Бога, служения, вырастить людей, практиков. Библейское образование направлено на то, чтобы люди становились практиками. И второй момент, не менее важный, чем практика, изменение характера. Но можно поменять их местами. Образование должно помогать изменять наш характер и делать нас практиками. Если характер человека не меняется в результате какого-то прохождения каких-то курсов, это не помогает ему стать служителем, это образование лишено смысла. Я могу показать, почему так. Можно открыть вместе с вами 1 Коринфянам 3.1. Павел говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами в Мессии. И он потом говорит, помимо всего, говорит, я и сейчас не могу говорить с вами. Давайте еще раз. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, как с плотскими, как с младенцами в Мессии. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Он давал им мягкую пищу, он питал их молоком словесным на каком-то этапе. И он говорит, ребята, при разборе серьезных вопросов я не мог вообще с вами это решать. Вы плотские, вы тогда не понимали, тогда не мог с вами говорить. Засада? И сейчас тоже не могу. По всей видимости, то, чем он их питал, духовная пища, то ли ими была воспринята не впрок, то ли люди не растворили это верой, а может апостол Павел просто что-то не то учил, как-то заумно или странно, или не знаем что. Можем разные причины найти. Может, он был какой-то не такой учитель. Но Писание свилистует, что с ними было что-то не так. Вы тогда не могли усвоить, и сейчас не можете. Я тогда не мог с вами говорить, и сейчас не могу с вами говорить. Духовная пища, образование, оно должно людей приводить к взрослению, изменению характера. Потому что здесь он говорит, вы были плотские, да и сейчас плотские. У вас есть ссоры, у вас есть зависть, у вас есть споры. Тогда это было, и сейчас. Тогда вы были такими, как и сейчас. Независимо от того, чем я вас кормил, вы остались теми же. Изменений не наступило. Проблема в пище? Не думаю. Я думаю, проблема у коринфян. Так вот, задачи библейского образования в нашей общине сводятся к тому, чтобы изменялся характер человека, и человек становился практиком. Послание евреям. Я, наверное, очень уж подробно захожу, но лучше нам об этом поговорить. Послание к евреям. Пятая глава. Конец пятой главы. С двенадцатого стиха. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Послушайте, есть разные виды пищи. Интересно. И люди порой думают, что то, чем они питались на первых шагах, в первую пору своей жизни духовной, это супер, это хорошо, вот это духовная пища. А потом, когда приходит, время твердое, они не могут есть, они хотят пить то же самое молоко, не готовы меняться, не готовы расти. Здесь дальше интересный момент. Твердая пища, свойственно совершенным, у которых чувства, навыкам или опытам приучены к развлечению добра и зла. духовное питание приводит к тому, что человек в состоянии опытным путем уметь уже отличать источники различных явлений, слов от Бога или не от Бога, душевное, духовное. Люди должны учиться становиться практиками. Если этого нет, если человек только в своей голове имеет много знаний, но он не практик, что-то не так было с этой системой образования, может, с ним самим. Поэтому большая часть нашей картины это многоуровневая система, но вся она должна быть направлена на изменение характера и становление практических служителей. Пятое. Вся община поддерживается крепкой лидерской командой. Крепкой лидерской командой. Вы знаете, друзья, когда мы начали выезжать с нашей лидерской командой, мы поняли пару вещей. что нам очень хочется, чтобы у нас была лидерская команда и чтобы она была крепкой. Потому что в ходе горячих обсуждений мы увидели много интересных. У нас много было таких открытых и острых вопросов и общений весьма эмоциональных. Мы знаем, что без хорошей команды ничего не может произойти. почему я не в одиночку где-то там себе пошел искать Господь, что ты хочешь на следующие три года. Я знаю, что есть команда призванных Божьих людей. Мы разные. Нам бывает друг с другом непросто. Иногда бывает очень некомфортно. Иногда бывает очень нескучно, больно, смешно и по-разному. И поэтому мы видим в будущем крепкую, хорошую лидерскую команду. Мы откровенно говорим, мы еще не можем сказать, что мы имеем такую крепкую команду, но мы точно хотим, чтобы такая была. Аминь. И когда я перейду к шестому пункту, вы поймете немножко больше деталей по пятому. Шестой пункт. И тогда через три года мы видим нашу общину с собранием из внимание 112 домашних групп. Я покажу вам чуть позже откуда взялась эта цифра. Мы об этом тоже сейчас чуть-чуть поговорим. Это интересно, да. У нас есть цифра, у нас есть сроки, у нас есть время. Я чуть-чуть вернусь к пятому пункту. Почему? Потому что если мы смотрим на лидерскую команду сейчас, состоящую там из ключевых служителей, ну 15 человек, ну 12, то есть 12-15. то для того, чтобы у нас была община в 112 домашних групп, должно быть хотя бы 112 лидеров домашних групп. И поэтому мы видим не маленькую сплоченную группу лидеров, которая есть сейчас, мы видим действительно большую команду, как минимум, которая есть сегодня здесь. то есть иными словами мы видим каждого человека через три года в этой лидерской команде. Я никогда не верил, что лидерами, служителями должна быть небольшая, но супердуховная какая-то когорта отдельных духовных рейнджеров. Понимаете? Все, что мы говорим сегодня с вами здесь, как семья, касается не моего будущего, не будущего пяти, десяти, двенадцати человек, а касается всей общины, потому что большинству из нас предстоит стать частью этой лидерской команды. Кто-то, возможно, уедет на миссию, кто-то будет помогать в джурджулештах, а возможно джурджулештах на тот момент они скажут, вы знаете что, а у нас есть вот там, вот там, вот там и вот там домашние группы, и мы им помогаем развиваться. Аминь. поэтому, когда мы говорим о лидерской команде и о размерах общины, мы понимаем, что намного больше Бог видит служителей и помощников не абстрактно в ком-то, а именно в тебе и во мне. Именно в тебе и во мне. А это значит, что тебе и мне придется многому учиться, придется многое узнавать, многое открывать и идти вперед. Я хочу на шестом пункте чуть-чуть подробней сфокусировать наше внимание. Я сказал о 112 группах домашних через три года. И кто-то подумает, как-то уж, как-то уж, ого-го. Я хочу, мы обсуждали эти вещи с лидерами. И знаете, когда звучит эта цифра, мы сидим и думаем, вау, а как это, а как это может быть? Как-то пастор Эдвин последний раз, когда приезжал, мы лидерами встречались, кое-что говорили из тех набросков, которые были, и он дал нам очень интересный простой совет. Мы можем говорить так, Господь, покажи нам как откровение то количество людей, которых ты хочешь привести. Это вариант, да, но мы не имели этого откровения, молились, просили, не имели. Есть другой вариант, мы посмотрим на то, что мы имеем сейчас, посмотрим на каждого человека, на каждую домашнюю группу, которая есть на данный момент, и мы посмотрим, как на ресурс, как на резерв, как на порох в патроне. У нас есть вот такие лидеры домашних групп, у нас есть в каждой домашней группе определенные дары и таланты, у нас есть наработки в еврейской евангелизации, у нас есть опыт, есть какие-то уже представления, что полезно делать, что не полезно, есть разные идеи. И с учетом того, что у нас есть, мы посмотрели на жизнь, развитие, на цикл развития домашней группы. И мы будем об этом говорить чуть больше завтра и особенно в следующие месяцы будем больше прояснять о домашних группах эту картину, потому что без домашних групп мы не сможем этого сделать. Ни один самый талантливый человек сам по себе не сможет этого сделать. Нужен каждый человек. Ты очень нужен Богу в этом служении. Спасибо, мама, как в том фильме, да? Итак, мы с лидерами сели и вот что мы знаем. что когда домашняя группа развивается, не вдаваясь в детали, когда домашняя группа развивается здраво при многих интересных составляющих, она в состоянии в принципе умножаться в два раза, то есть вырасти и умножиться, создать две домашние группы в среднем один раз в девять месяцев. Ну, именно в девять месяцев. Я не буду сейчас детали рассказывать, почему мы так думаем. Это мы расскажем, но будет для этого время. Но мы вот из чего исходили. Три года это сколько месяцев? 36. Молцумеск фрамос. Девять месяцев это цикл умножения. Взяли среднее такое, средний показатель. Бывает быстрее, бывает чуть медленнее. Средний показатель. Девять месяцев. И это получается за три года четыре умножения домашней группы, если в ней работает все так, как должно быть. На данный момент мы верим, что у нас такая точка ноль, так называемая. У нас есть несколько домашних групп, которые давно должны были бы умножиться. Возникает вопрос там пока дома, одно, другое, где это может происходить, новые дома, квартиры открытые, гостеприимные хозяева. Порой, знаете, я столкнулся с проблемой. Иногда гостеприимные хозяева говорят, мы бы за, просто мы не можем каждую пятницу вечер накрывать поляну. Я говорю, ребята, так и не надо накрывать поляну. Домашняя группа это не для того, чтобы сесть и чисто вот грамотно поесть. Все просто. Цель домашней группы это встреча шабата, общение, приведение людей к Богу. Там другие немножко вообще вещи во главе угла стоят. Конечно, неплохо что-то перекусить, если это возможно, не страшно. Но если нет такой возможности, никто не должен комплексовать. И вот что мы увидели. Мы увидели в сентябре месяце семь домашних групп. И от Рошашана мы решили отсчитывать с нового года, так вот, предварительная планка, отсчитывать первый цикл, девять месяцев. Через девять месяцев, по идее, сколько должно быть домашних группу? 14. Замечательно. А еще через девять месяцев? 28. А еще через девять месяцев? А еще через девять месяцев? Когда мы видим цифру 112, мы думаем, слушайте, это как-то уж чисто. Вот мы со служителями сидели и думаем, да это как-то короче уж, ну, ого-го, в вере нашей сложно даже в это поверить. А как это может быть? Но послушайте, когда мы посмотрели на это с позицией такой, а давайте возьмем первый период, семь домашних групп и умножение до 14. при том, что мы говорили о евангелизации и наставничестве, обо всех этих вопросах, которые говорились до этого, это очень не сложно. И когда мы видим не 112, пугающее число, мы видим семь сегодня, и мы начинаем просматривать, как мы это будем делать. И тут, естественно, возникает вопрос, а как это делать? Что нам делать? чего не делать? Что вложить? Каким образом взаимодействовать внутри домашней группы? Чтобы лидер домашней группы не был таким, знаете, товарищем, который всем там и пляшет, и играет, еще и свечи зажжет, и всех подбодрит, и за всех помолится. А, ребята, давайте духовно, давайте, ну, пацаны, давай, а давайте-ка пригласим кого-нибудь к нам на шаббат. Не, не хотите? Ой, а что не хотите? А, вы не готовы? А когда будете готовы? Никогда не будете готовы? Ну, ладно, я сам кого-нибудь приглашу. Поехали! Я аж просто общаюсь с лидерами домашних групп, друзья. Не везде так, но в некоторых местах я так понимаю, что лидеру домашней группы пора снять клоунский костюм. А иногда, иногда сойти спите стало. Я лидер домашних групп в 7 США. Я буду вещать. Слушайте, сюда, именно отсюда будет проистекать. Ни одна роль клоуна, ни ходячего памятника лидеру домашней группы не нужна. И как мы будем это делать? Мы поговорим об этом чуть-чуть больше. Снова говорю, это проект, это крупные мозги, которые мы будем вместе с вами работать, прояснять, будем вместе с вами промаливать. Поэтому мы говорим, друзья, мы стоим на пороге интересных перемен. Перемен, где нам нужна вера. Мы верим, что мы с Богом сможем достичь того, что Он нам говорит. И завтра будем говорить и о наставничестве, и о вере в том числе. Поэтому сейчас я говорю аминь. Давайте мы поднимемся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что мы можем шаг за шагом учиться и вникать в то, что Ты приоткрываешь нам. И мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам вмещать в себя, в свои сердца эти слова. И мы просим по великой милости Твоей веди нас и направляй дальше. Во имя Ишоа Тебе слава и честь. За все хвала. Аминь. Друзья, у нас часовой перерыв и в 7 часов мы продолжаем снова. Хвала.